добрый вечер дорогие друзья сегодня хочу ответить на ваш главный вопрос и не просто так я уселась на этот стул очень часто спрашивают наталья вот вы ведете людей сеансы вы обучаете инфодавингу вы работаете а мы вроде как аналогично все то же самое делаем результата того же самого у нас и нет чем же наша работа отличается от вашей и вы знаете я на самом деле много думала на этот счет потому что действительно я видел как работают гипнотизеры аналогично как и я ведут там в регресс ведут еще куда-то ведут за информацией а в итоге имеют галлюцинацию которую выдает человек и информация которая получается на выходе она не объективна почему в случае инфодавинга она объективна а в случае вроде бы гипноза она не объективна самом деле есть очень много очень тонких моментов внешне работа выглядит одинаково а внутри содержание она все-таки разные господа разные и вот эту разницу может уловить человек который действительно действительно знает и понимает гипнотехники я не просто так записываю этот ролик и не просто так у нас в расписании стоят семинары петра андреева они в корне отличаются от того как проходит инфодавинг внешне они выглядят по-другому все у них по-другому но но они стоят в расписании и петра андреева никто в этом расписании заменить реально сегодня не может и сегодня так или иначе он приезжает минска работает в минске зачем кстати замечу за это работает только в минске по такой программе в интенсивном формате не в москве нигде такого формата нету господа нету нету все здесь зачем смотрите техник гипноза если вы занимались гипнозом или хотите заняться гипноза техник гипнотизации очень много очень много их сотни и каждый гипнотизер в каждом направлении рассказывает показывает очень много говорит говорит под но подложку психологическую так далее а вот как работать с клиентом как наводить транс как вести клиента в трансе уже говорят не все а уж дойти до того чтобы сказать сколько раз надо махнуть рукой или ногой или еще чем-то да сколько шагов отмерить и как вести вообще никто не говорит да кроме петра андреева но на эту тему есть хорошие книжки там канды бы еще кого-то но там так много написано что хрен разберешься и получается люди кто начал заниматься гипнозом у них перспектива какая они ездят от тренера к тренеру берут по кусочку пытаются строить каким-то образом свою жизнь пытаются научиться махать руками и так далее так далее так далее я тоже проходила этот путь и реально реально я стала работать с людьми у меня стало получаться знаете после какого этапа когда я тупо прошла курс петра андреева состоящий из трех семинаров а именно техники гипнотизации первая часть базовый курс его потом следующий гипнотизации кодирование второй курс и третий курс его это ментальный гипноз чем отличаются от всех методичка набор техник определенное количество вот такой вот стул я не просто так сегодня села на него до стул но во время тренинга тех кто участвует очно абсолютно каждый пройдет через руки андреева он берет и обучает человека работать с другим человеком на тренинге с другим а когда человек выходит после тренинга у него есть пустой стул он представляет что на этом стуле сидит человек и также будут работать те кто будет в этот раз онлайн он берет и все что дает андреев проделывает тупо до запоминания как обезьянка делает 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 и нарабатывает свой собственный опыт когда у него идет речевка свободно руки ноги болтаются свободно он все делает на автомате тесты на гипнабельность все подряд подряд вот тебе техника по мисс меру вот тебе как рвется шаблон все это все это показывается рассказывается и отрабатывается до отрабатывается до автоматизма то есть заход такой гипноз идет и потом следующий шаг человек сужает 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 и в какой-то момент он понимает что зачем мне говорить директивно я могу мурлыкать помогу с бубном плясать зачем мне наводить транс вот именно теми словами как написано в методичке а вот по алкоголю я вот так лучше каналы перекрою а по табакокурению так а по весу я буду работать так а ментальный гипноз я вот так закину мысль человеку в башку и понеслось и понимаете какая штука если человеку взять и маленькой техникой дать маленьким кусочком делай вот так и он начнет делать то у него не хватает вот этого разлета крыльев вот этой вот широкой базы которую дал андреев то есть он он вроде бы и ведет в этот гипноз у него вроде и получается но у него не хватает внутри воли силы и уверенности для того чтобы утянуть за собой клиента и у него не получается нормальное наведение более того если касаться уже инфодайвинга то там же еще надо четко различать гипноз транс в каком состоянии ведем в каком состоянии подводим к моменту взятия информации как раскачиваем на какие структуры психики выходим и так далее это все идет через чувства а как работать если ты это все не пережил на себе если у тебя нет своего опыта прописанного и получается опять вот заход через вот этот широкий вариант когда ты взял базу техническую просто техническую и она у тебя просто льется рекой да когда ты берешь из нее мелкие кусочки встраиваешь они у тебя начинают работать под задачу вот так тренинг андреева меняет вообще меняет способность человека работать с людьми в глубоких внутренних состояниях сознания использовать гипнотехники в медицине в психологии хочешь регресс хочешь прогресс хочешь что хочешь и это все легко и свободно и казалось бы можно вообще было этот этот курс не изучать да вот я иногда думаю я же работаю если сравнить меня как я работаю и взять курс петра андреева он выглядит по-разному но я бы так не смогла работать так как я работаю если бы я не обучалась у петра андреева понимаете если бы я не взяла его техники поэтому глядя и развивая направление инфо дайвинг я понимаю что для того чтобы подготовить специалиста кто бы мог готовить других людей кто бы мог работать с другими людьми и оказывать качественную помощь опять-таки и в инфо тюнинге и в инфо дайвинге так или иначе надо чтобы человек владел базовыми гипнотехниками без этого никуда поэтому поэтому петр андреев я благодарна ему что он соглашается приезжать минск потому что я понимаю что ему действительно тяжело на рынке потому что он дает именно те базовые вещи которые тяжело оценить но которые реально незаменимы если вы хотите работать с другими людьми неважно в каком направлении вы будете работать это та база которая дает вам крылья который дает вам состояние которое вам дает чувствование себя специалистом если вы врач который дает вам техники реальные правильные техники гипнотизации кодирования причем не просто кодирование тупо когда человеку в голову закинул программу но так чтобы вы могли проработать вторичную выгоду и встроить новую программу правильное ведение беседы правильное 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 но на самом деле это реально качественная работа качественная работа именно психологическая медицинская целительская экстрасенсорная какая хотите это напор качественный набор техник в этот раз с организатором петра андреева мы договорились впервые на обучение онлайн никогда до этого онлайн обучение не было почему потому что петр андреев по другим регионам не ездит он особо не гастролирует а онлайн можно отработать все на стуле все равно все кто пройдет обучение и очно они тоже будут отрабатывать все на стуле на просто на стуле просто по методичке просто отсчитывая шаги взмахи проговаривая речь заучивая наизусть просто тупо три методички но понимаете без них никуда инфодайвинг без них тоже никуда а потом уже вопрос в объективном восприятии вы работаете в субъективном будете вы человека выводить в наблюдение или он будет погружаться в чувства будет он брать информацию из регресса или из прогресса будет эта информация объективной или не объективной будет задача проработать травму или будет задача взять информацию Будет, будет, будет. Это уже все зависит от процесса работы. Техники, базовые техники остаются всегда одни и те же. И в основе инфодайвинга лежат базовые техники гипнотизации. С вами была я, Наталья Зайцева. Да, тренинг будет в начале марта 2019 года. Посмотрите в расписании на сайте pup.by. 1 марта у нас будет презентационная встреча. А сам тренинг продлится 4 дня по 12 часов. Это 3 курса вместе. По окончании выдается диплом. Сертификат. Сертификат, не диплом. Сертификат о том, что вы прошли курс прикладной психологии. До встречи, друзья. Кому интересно, звоните, пишите.